Тогда царь встал со своего трона, подошел к этому мальчику и говорит, и так ты сыном мой. Один аскет, заведующий много лет старым русиком, где отец Силуан разговаривал с отцом Страториком. Этот отец старец сам мне рассказывал, однажды я долго провел с ним в его комнате. И он рассказал мне о своей жизни. Одно из видений. Он был болезненный ребенок. И всегда болел. Не мог нести трудов в крестьянской жизни. Действительно тяжелая работа крестьянская. И однажды, да, он говорил, отдайте меня в монастырь. Они говорят, ну, голубчик, ты негодист, в монастыре надо работать. Но все равно говорят, отдайте меня. И вот мать берет этого мальчика, подводит к иконе Божьей Матери и говорит Божьей Матери. Отныне ты будь мать ему. Я не могу. Я отдаю тебе на заботу этого мальчика, сына моего. И когда после этой молитвы Матери, когда она отдала своего сына, Божьей Матери, он уснул. И во сне видит большой зал, престол царя, в конце этого жала. И сидит владыка, царь. И кругом стоят все множество важных людей, приближенных к царю. И приводит женщину, которая была Божьей Матери, туда. И оставляет его колено преклоненным пред царем. И царь говорит одному из присутствующих, ближайшему. Пади посмотреть, что у него там в бузинке. Тот человек взял из рук этого мальчика музенок, развяжется его и говорит, здесь два сердца сокращенных. Тогда царь встал со своего трона, подошел к этому мальчику и говорит, не так ты сын мой. Вы представляете, я силу молитву. Матери этого мальчика, и затем Божьей Матери, и тот, что Бог погнался с престола и говорит, ты сын мой. Те, которые не пережили под окном вещей, не могут понять этих вещей. И Андрей Шишик пишет, что если кому-нибудь не было дано пережить Духом Смертым, то он не может понять этого. Другие люди, которые не достигли этой степени, но проводят подвижническую жизнь, подвиги, и с ними получается, что они, не достигая этих высот, не принимают слов своих братьев. И тот, что является даром Духа Шишова, у этих благочестивых людей превращается в болезненное состояние дурного качества. Так, видите, есть люди, которые достигли этого положения, и когда говорит Господь, да, ты сын мой, великанно, твой есть марш, спасимя, да, ты мой. И тогда это слово, произнесенное молящимся, становится уже фактом вечного бытия. Я бы много, много бы рассказать вам случаев действительно трогающих сердце, но довольна этого. Люди достигают сыноположения через сына по божеству в безначальном божестве. И Адлесий говорит, что три слова есть, однозначащие. Бесстрастие, любовь и сыноположение. И так эта вещь, когда вы вращаетесь с людьми, живышими в Бога, становится, как бы сказать, влекущей силой, что и мы жаждем этого состояния. Но путь к этому действительно трудный и сложный. Нам нужны помощники, игумена, отцы духовные, которые бы помогали нам идти. Почему вдруг сказал Господь в известный момент, да, ты сын мой. Как может жить этот монах на земле? Да, очень просто. И естественно, и натурально. И когда это совершается под нож мышлый, тогда, как говорится, нет ни театра, ни чего-то искусственного, а все просто и воистину вне греха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok